Всем привет! Меня зовут Катя Рок. Это мой канал на YouTube. Добро пожаловать! В Париже я нахожусь, потому что вчера было моё 30-летие. Это такой незапланированный влог-распаковка, потому что я решила, что покажу вам свои подарки, покажу то, что вчера купила сама себе, то, что подарил мне муж, и то, что я купила на деньги родственников, которые мне дали их с собой, чтобы я себя порадовала как-то в Париже. Почему выбрала для празднования тридцаточки? Именно Париж. Не знаю, я, наверное, люблю этот город уже как-то сильнее, чем раньше. Вообще, мне кажется, что Париж открывается не сразу и не каждому. И ещё бывает так, что ты приезжаешь, и город просто тебе не рад, как будто бы. У меня были провальные поездки в Париж, когда все какие-то грубые, всё как-то не так, всё кругом закрыто, нигде ничего нет. Не знаю, бывает такое. Не отчаивайтесь, если у вас была такая поездка в Париж. Я уверена, что этот город подойдёт очень многим и понравится вообще всем в итоге. И очень часто говорят, что Париж дико дорогой, и тут очень сложно жить, и ехать не стоит, и он очень туристический. Но это не так. Если ходить по туристическим маршрутам и, например, пойти пообедать где-то на Елисейские поля, то, конечно, вы потратите много денег, вы увидите толпы туристов, это будет не сильно комфортно. Если вы будете ходить вокруг вокзалов, вы увидите всяческих бомжей, и да, это большой город, это мегаполис, и здесь есть как красота, так, и что-то, что отталкивает. Но мне кажется, Париж этим и прекрасен в своей такой разносторонности. Разносторонностью. Потому что, не знаю, я, например, не люблю людей, которые, там, например, только радуют меня, или которые, там, не совершают ошибок, или которые какие-то суперидеальные, они меня пугают. Я не очень в такое верю вообще, потому что, ну, не бывает идеальных людей. Все мы со своими приколами. Так же и города. В каждом городе можно найти то, что понравится, и то, что не понравится совсем. Ладно, я увлеклась, я думаю, вам это не так интересно, как всякие распаковочки. Я снимаю на... Мы сняли квартиру на Airbnb, я тут нашла какой-то штатив. Не уверена, что это будет что-то суперическое по звуку и по качеству. Снимаю на iPhone, я не брала камеру, потому что я ехала отдыхать, ехала на свой день рождения. Но мне очень хочется, очень хочется поделиться с вами и как-то для себя, что ли, оставить этот вайп. Потому что сегодня, как бы, следующий день после дня рождения, я максимально просто в прекрасном понятом настроении, счастливая, довольная. И хочу запомнить этот момент. Уже начали с этого пакета, то я хочу рассказать про него. Это мой подарок самому себе на 30-летие. Мы были в знаковом историческом бутике на Рю Камбон, которая... Там находится квартира Шанель. И, конечно, если вы хотите... Например, если мы с мужем вчера это обсуждали, если вы копили очень долго на какой-то предмет от Шанель и решили, что надо обязательно сделать эту покупку в Париже, ну, то есть вот у вас есть какие-то вот с этим связанные моменты переживания, не знаю, связанные с люксом, с сумками, там, дорогими и так далее. Париж не самый лучший город для того, чтобы насладиться люксовой покупкой, потому что там как на базаре. Вот вы заходите в этот магазин Шанель Бутик, там, во-первых, вам еще не сразу выделят продавца, потому что там куча азиатов, туристов, русских, которые все скупают, просто миллионы пакетов коробок, тратят кучу денег, и там такой хаос, реально хаос. Ну, в общем, что? Если говорить о распаковке, тут все стандартно. Лента, пакет, как ее называют? Камелия. Снимаем ленту. И достаем вот такую коробку. Такая прекрасная коробочка. Вся тоже в брендированной ленте. Так приятно. Я на самом деле обычно хочу, когда сделать распаковку, я все везу домой и ничего не открываю сразу же в городе, в котором купила. А теперь я могу насладиться сама своим подарком. Тут очень классная, очень стильная коробка, тоже с обозначением адреса. Внутри тоже вот такая вот история. Такие документы. Черный пыльник Шанель. Мне кажется, уже все понятно. Все понятно. Господи. Моя прелесть. Моя черная прелесть. Это, кстати, сумка из новой коллекции. Да. Черная, стеганая, классическая, с золотой фурнитурой. Все, что я хотела. Единственное, что я хотела купить флэпбэк в размере мини или мидиум, я уже не помню. Но их просто, просто не достать. Это моя первая сумка Шанель. Так получилось, что я подарила себе сама на 30-летие. Мне кажется, такое приятное ощущение того, что ты можешь себе позволить. В общем, да, это вот такая вот прекрасная сумка. Мне кажется, ей можно посвятить отдельное видео и моей любви к ней. Но, в общем, что. Классная сумка. Черная Шанель классическая. Со всякими деталями. Очень клево, конечно, здесь все в полиэтилене. Все закрыто, все проложены всякими мягкими тканями, чтобы не осталось следов. Могу сказать, что эта сумка, конечно, мне сразу сказала женщина-продавец, что типа с ней надо быть очень аккуратной. Что я не люблю кожу вот эту икрину и кожу в такую пупырчатую всякую. Которая, конечно же, в носке супер классная. Там не видно почти царапин. Она гораздо дольше живет. То есть такие сумки Шанель. Такие классические там флэпбэк большие или 2,55. Они обычно все покупают их вот такой кожи с каким-то рельефом. Мне нравится мягкая кожа. И я понимаю, на что я иду. И что приятного было? Как раз, когда муж такой, господи, Шанель, это как-то я не типа очень базарно как-то все выглядело в хаосе в каком-то. Там все бегали. Я там пошла, это оплатила. Он сидел, ждал. Ну, все было как-то не очень сакрально, скажем так. Просто мы ржали над тем, что какая-нибудь девушка, которая там всю жизнь хотела, не знаю, сумку, и пошла ее покупать. И она столкнется вот с таким отношением. Не тем, который ждешь. Но, когда продавщица увидела, консультант увидела дату в моем паспорте, то, что у меня день рождения, нам сразу же вынесли шампанское. Они спели мне песенку даже, happy birthday to you. И это было настолько мило. И вынесли мне подарок. Вот это, вот это. Это подарок от Шанель. То есть они как бы в день рождения решили сделать мне презент. Сейчас мы раскроем. Я уже смотрела, что там. Но сразу понятно по пакету. Могу вам сразу сказать, если вы не знали, как вы можете отличить косметику, фотографируют в пакет большой, например. Некоторые очень смешно в Инстаграме. Ну, это же наша реальная жизнь. И там девушки приходят, покупают, например, большими объемами косметику и духи в магазине Шанель. И дают большие пакеты. Ну, и они фоткаются с этим. И все думают, что, не знаю, там они купили себе сумку или еще что-то. Ну, в комментариях я смотрю. Это всегда очень забавно. Могу вам рассказать, что вот это пакеты. Вот с такой черной ручкой. Косичкой такой. Белые. И с черной каймой. Это пакеты косметические. А вот уже такой пакет. Белый с толстым... С толстой ручкой. Еще бывают черные пакеты. Тоже они с толстой ручкой. Они не так выглядят, как косметические. Это уже, да. В общем, в Инстаграме легко можно понять, какой пакет вам демонстрируют. Но хотя с этой историей, с тем, что люди покупают пакеты брендовые, если вы не знали, то я ржу не могу. Можно на Авито. Мне муж говорит, когда настанут плохие времена, можешь продать все свои пакеты и коробки люксовые, и будешь в шоколаде. Да, это серьезно так. Это очень забавно, что брендовые пакеты продаются за достаточно хорошие деньги. То есть там 5-10 тысяч можно купить пакет. Ходи с ними, не знаю зачем. В общем, там лежала вот такая вот косметическая штука. Это палетка. И здесь, значит, вот такой вот набор румяна, хайлайтер и все такое. Очень мило с их стороны. У меня еще есть вот пакетик самый первый. Это тоже косметика. Я фанат вот этого крема для глаз. Blue Serum Eye. Это просто прекрасно. Во-первых, мне когда дали пробник, я этот пробник использовала, наносила крем где-то месяц. То есть его надо совсем немного. Он очень круто освежает и увлажняет кожу вокруг глаз. Я вообще человечек, который не сильно любит много косметики, уходовой тоже. Я как бы там только умываю, тонизирую и наношу какой-то крем увлажняющий. И обычно не использую разные крема для области вокруг глаз и для нудфейса. Но этот мне настолько понравился, что я вот решила его купить, потому что это божественно. Это подарок от мужа. Вот такая коробка. Очень, кстати, по-траурному. Мне кажется, эти ленточки завязаны. Мне кажется, обычно так на фотографиях траурные делают. Ну ладно. Сон Ран такой рок-н-ролльный и ему подходит эта стилистика. Черная коробка, черный пакет с черными ручками. Они очень большие. В общем, погнали открывать. Да, я, кстати, еще тоже пересматриваю всякие скопления своих сумок. И много уже продала. Поэтому обновляю штат. В общем, черная коробка, черная упаковка, черная бумага. Черная сумка. Господи, как я ее люблю. Эта сумка, это повседневный вариант. Она очень нравится мне. Во-первых, у Сен-Лорана достаточно уже все сумки, классические, особенно модели, изъезжены. Эта модель новая. И до этого она была только в одном размере. Сейчас они сделали вот размер поменьше. Что очень радует меня. У нее вот такие ручки. То есть, нет, не надо. Не надо шуршать. Мы здесь не шуршим. То есть, это вот так. Я ставлю фотки своих тяжелых мук выбора. Потому что изначально я думала, что одну сумку я куплю черную, другую бордовую. То есть, например, либо в Шанель бордовую, либо черную, либо в Сен-Лоран, либо черную, либо бордовую. Но в итоге я поняла, что обе черные будут. Эта сумка идеальна для поезда, для походов по городу. Она ей такая ежедневная. У нее ручку можно сделать более длинную и носить кроссбадди, как я люблю. Ну и, кстати, вот так мне тоже очень нравится. Такая парижаночка. Ой, такой восторг. Здесь, значит, матовое лого. Это такая мятая кожа, на которой не будет видно никаких потертостей и проблем. Спереди вот такой маленький карман один. И большое отделение с кучей места. И... То есть, мне нравится, что эта сумка... Ну, понятны документы. Мне нравится, что эта сумка одновременно и держит форму, и не держит ее. Не знаю, как вам объяснить. Ну, то есть, она не сильно плотная. Я вообще не люблю сумки, которые прям супер вот такие, как формальные очень, как портфели. А, еще сзади вот здесь вот есть, кстати, на небольшом магнитике тоже сзади такое отделение крутое. Я в восторге. Муж самый лучший на свете. Делает классные подарки. Вот. Дальше. Магнитик Париж. Ой, я подвинула стол, на котором стоит камера прикреплена. Еще немножко езжу. Такая можно танцевать. В общем, этот магнитик мы купили, когда ходили с мужем в табачный магазин, чтобы он купил за себе сим-карту с интернетом и все такое. Работать. Надо все время работать. Я на эти штуки, кстати, забиваю, и когда я где-то в Европе, я специально не покупаю сим-карты, чтобы не быть все время онлайн, только где есть Wi-Fi там, и выхожу в интернет. Не знаю, у меня такой мини-детокс. В общем, там я увидела, не знаю, для меня, в Париже очень все банальные вот эти туристические покупочки. То есть, магниты мне все это не сильно нравится. Вот это такой классный. Увезу его. Стоил 3,5 евро. В Париже табачка, она выделена таким, табак написано красным. И вы всегда можете там купить сим-карту, вам всегда помогут. Купить всякие газеты, журналы, по-моему, да. Магниты даже, классные магниты. То есть, такое нетривиальное место для покупки магнитов. Советую. Так, дальше у меня покупка из Селин. Знаете, в чем самый главный восторг? Что, покупая какой-то аксессуар, украшение именно в Селин, вам бесплатно дают. Вот, авоську, кстати, вот, брендированную авоську Селин. Очень круто. Жаль, уже лето кончилось. Но я еще эту авоську поношу. В любом случае, мне очень нравится летом носить авоськи. Здесь, значит, белая коробка. В коробке на пушистой штуке лежит пакетик маленький. Это подарок от моего дедушки, ну, от дедушки с бабушкой. Они дали мне с собой немножечко денежек и сказали что-нибудь купить. Я решила, что я хочу на 30-летие покупать какие-то такие вещи, которые запомнятся. И поэтому я купила в Селин такую маленькую буковку. Это буковка R. Я буду носить ее вот так вот на цепочке. Забавно, что я говорю, а цепочки у вас отдельно? Она говорит, да, отдельно. Я говорю, а можно купить цепочку? Она говорит, цепочки у нас sold out. О, красиво получилось. То есть я хотела либо K, что Kate, либо R, что Rock. R была, слава богу, одна последняя. А так вообще очень тяжело эти буквы Селин достать. Только через байеров можно. Ну, обычно, потому что всегда приходишь в магазин. Там Q, Z, Y, W, там какие-то буквы, в общем, никому не нужны. У меня будет вот такая вот память о том, что дедуля с бабулей подарили мне буковку Селин, которую я буду носить на шее на 30 лет. Дальше у меня пакетик Dior. Это подарок от моей, как правильно, свекрови. Да, от свекрови. От мамы моего мужа. И она мне подарила серьги Dior. Сейчас мы с вами посмотрим, какие. Я там долго, конечно, набирала. Я просто сейчас что-то полюбила. Серьги и подвески у меня был момент, когда я носила только кольца. Сейчас я вроде как бы в это свою жизнь ввела. И все серьги у меня такие, ну, обычные достаточно. Не брендовые. Я захотела какие-то прикольные сережки. Я очень люблю украшения Dior. Просто у Dior обычно, ну, чтобы вы понимали, запаковка. Значит, это такой конвертик. У меня внутри лежат серьги. Они очень минималистичные, потому что не минималистичные мне не подходят. Даже не знаю, как их показать. Одна серега — это вот такой спускающийся вниз Dior. А вторая серега — это маленькая звездочка. Они офигенно просто на меня сели. То есть они мне именно подходят. Потому что я очень своеобразно выгляжу в сережках. Я хотела, знаете, такие у Селин классические кружочки. Так я в них выгляжу как пират какой-то. То есть когда это не обрамляется волосами, смотрится весьма странно. То есть мне больше идут, когда свисают серьги. И я стараюсь такие и покупать. В общем, да, спасибо свекрови. Еще хотела показать покупку из Аза Сторис. Я купила себе платье, чтобы на свадьбе Лизы Одиноких, которая будет 16 сентября, мы с мужем на нее идем, выглядеть классненькой. Это у них будет свадьба с Даградом. В очень красивом месте. Я хотела быть лесной феей, но буду женщиной в анималистичном принятии. Вот такое платье. Я еще сфоткаю его. Как оно будет смотреться. Очень красиво. Я прямо вижу его с сумочкой Шанел. Вижу его с этими Диоровскими серьгами, с подвеской Селин. В общем, я буду на свадьбе. Очень классно. Еще хотела вам показать. У меня муж. Фанат бренда Левен Париж. Я решила показать вам его покупочку. Мы купили там футболку. Мы мерили еще что-то. Там что-то как-то у него не срослось со всем остальным. Но футболка очень прикольная. Он очень любит их бешеные футболки. Там написано Renaissance. Такая Мона Лиза. И вставка с женщиной с голой... Ну, там не обнаженная грудь, а грудь в... Ну, полуобнаженная, назовем ее, и с сишкой. Тоже очень-очень классная футболка. Вообще, Левен Париж делает интересные футболки. У них там всякие, мне кажется, даже немножко такие со стебом. Там сейчас есть футболка. На ней написано «Брижит». Это имя жены президента Макрона. И что, типа, в 2020 году она будет баллотироваться. А-ля... Ну, это стеба над тем, что он подкаблучник. Здесь вообще достаточно... Вот у Левен Париж достаточно резкие высказывания по поводу вообще каких-то остросоциальных вопросов. Также там жена Жака Ширака в своих супердорогих шмотках. И написано «Инфлюенсер». Они ее, парижане, очень недолюбливают. И... В общем, опять же, такой вот... Очень классный стеб. Я люблю Левен Париж, так что, если будете в Париж, зайдите. И, кстати, это такой middle-up. Ну, то есть, это сегмент не самых дорогих шмоток. Футболка стоит, по-моему, 40 евро. Вот. И это приятно, потому что там можно даже, ну, просто купить там Париж, Сан-Ана-Ре. И это такая хорошая память. Я больше люблю, наверное, такого плана какие-то напоминания, аксессуары из поездок, нежели накупить там каких-то, не знаю, тарелок, брелков и все такое. Ох, я долго говорила, много. Спасибо, что смотрели. Мне было приятно с вами поделиться своей радостью. Надеюсь, что вы оцените мои подарки, хотя я не знаю, зачем их оценивать. Я довольна. Это очень круто. И мне было приятно просто их еще раз вместе с вами распаковать. Спасибо вам за просмотр. Люблю вас очень-очень. Спасибо, что смотрите меня.